Программист-долбоеб распознается очень легко. Сейчас существует такой тренд. Раз компьютер есть у каждой тупой коровы, которая ничего в них не понимает, и что самое плачевное, не желает вообще ничего знать и ни в чем разбираться, то и софт выпускает что называется с защитой от дурака, где все уже давно решено за юзера, пусть хавает, как та самая корова в стойле пережевывает собственную травяную отрыжку. На практике это выливается, ну например, в привязку языка интерфейса программы к региональным настройкам. То есть если у вас там рубли и километры, а страна Россия, то извольте программы на русском. И не ебет. А то что у многих людей волосы лезут от перевода, и они начинают теряться в меню, которые в английской версии знают как свои пять пальцев, это их проблемы. Настройки языка зашиты жестко, и поменять их ну никак нельзя. Вот например яркий пример, все значки в панели управления с английским описанием, а у интеловской видеокарты блять на русском. И в меню правой кнопки точно такая же херня. Зашито жестко, поменять без удаления системных файлов и прочих танцев с бубном невозможно. Или вот еще пример Skype. С момента продажи компании Microsoft ее вообще конкретно так лихорадит, что сказывается на и без того низком качестве программы. Но разговор не об этом. Я использую только portable версии программ, то есть работающие без установки. И делаю это по массе причин. Это и безопасность, и удобный бэкап, и легкость переноса на другой компьютер или свеже установленную операционную систему, ну в общем всех не перечесть. Так вот, Skype Portable не запоминает настройку языка, и все время подставляет русский, что бесит ну до невозможности. Причем глюк этот был отрепорчен, и судя по джиро, вроде как даже пофиксен. Что ж, может быть проблема конкретной портабельной сборки? Давайте пересоберем сами, благо у Skype есть соответствующий параметр. Скачиваем и устанавливаем Skype, копируем, удаляем, потом в копии находим запускной файл, запускаем с нужным ключом, проверяем чтобы она создала все нужные директории, делаем запускной файл чтобы то и дело не вводить параметры, короче ебемся, пока не выясняем что все это впустую. Все равно не запоминает язык. А ведь глюк-то отмечен как исправленный. Видимо для обычной установки, когда ключ хранится в реестре и исправили. А для ремообл-версии забыли. И забили хуй, несмотря на многочисленные вопли пользователей. Пидорасы, что с них взять? Вы можете попытаться решить проблему с помощью утилиты от Microsoft, которая на старших версиях Windows не работает, ну или поменяв в региональных настройках локально английскую. Но в этом случае перестануть читать русскоязычные файлы многие другие программы, написанные такими же криворукими программистами, до сих пор не перешедшими на Unicode.